Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ну что, по вашим просьбам, сегодня будет у нас передача о консервации нашей продукции. Ну, в этом году только ленивый не вырастил помидоры. Единственная проблема, конечно, много помидоров у нас просто потрескались. Почему? Потому что резкая вода и, конечно же, при созревании томатов дает растрескивание коры. Такой помидорчик уже в баночку не поставишь. Конечно же, его надо перерабатывать. Если помидор много, то здесь существуют проблемы и вопросы, куда их девать. Потому что в этом году, что в открытом грунте, даже лучше были, чем, скажем так, в тепличных условиях. И вот, если произошло, скажем так, значит, куда мы их деваем? Мы их только в салаты можем пустить. Или же на сок, или же поставить соусы какие-то. И сегодня мы поговорим, я сегодня вам предоставлю 4 рецепта. Очень такие классные, и причем быстрые, и нетрудные. И, скажем так, есть куда положить, и потом будете лакомиться всю зиму. Значит, прежде всего, это о томатах. Томаты, чтобы закатать, здесь большого труда не надо. Многие закатывают кто как любит. Единственное, что у многих не получается по тому рецепту, который, допустим, приобретают. И здесь существуют вопросы. Вот ты меня там обманул, вот я чего-то не додала, вот помидоры невкусные, вот они вздулись, вот они просто надутые в банках. Поэтому я сегодня хочу вас с вами об этом и поговорить. Именно сорта томатов дают вкус в ваших баночках. Если вы чувствуете, что, допустим, вот как зеленые томаты. Все зеленые томаты, которые имеют зеленую окраску, они обычно пресные. Они обычно, это белые томатики, желтые, зеленые. Они обычно без кислоты. Поэтому в банке рекомендуется давать немножко больше кислоты. То есть, если вы ставите с лимонной кислотой, значит лимонной кислоты. Если вы ставите, допустим, с уксусом, немножко больше уксуса. И то же самое, противоположно. Если, допустим, у вас сорта томатов выращивались в открытом грунте, но кислые. То есть, такие как Деборао, такие как карлики, монгольский карлик. Они в основном имеют кислоту, и поэтому в банках они дают больше кислоты. То есть, их можно ставить даже без лимонной кислоты и уксуса. То есть, помидоры дают свою кислоту, которую, скажем так, которая их и сохраняет в баночке. Как же сделать так, если перезревшие? Ну, допустим, томатики перезрели, очень красные. Конечно, мы знаем, что в банки ставятся именно бурые томаты. Но бывает так, что просто томаты или перележали, тебе некогда было закатать. И, естественно, ты бежишь и не знаешь уже, что делать с ними. Скажем так, если в банке под горячее ставить, они, конечно, трескаются. Есть один прием, когда берете красный помидорчик и прокалываете. Вы должны проколоть. Проколоть у основания, сделать два или три прокола. То есть, у основания помидорчика. Тогда кожица ваша не лопнет. Это прием, который используется именно для перезревших томатов. Как же закатывать? Вот тоже многие задают вопросы. С чем лучше? С уксусом или лимонной кислотой? Конечно же, если почитать и все просмотреть, то, естественно, если вы ставите для детей, или семья не переносит, допустим, уксус, то, конечно, лучше с лимонной кислотой. Лимонная кислота, она, считайте, наполовину, если вы в банку кладете, допустим, ложку уксуса, то здесь чайная ложечка без горки лимонной кислоты. Это вот такая дозировка варьируется на воду. То есть, на литровую баночку, я вам сейчас сказал дозировку. Если на трехлитровую банку три столовые ложечки уксуса, или же три чайные ложки, можете меньше, чуть-чуть положить лимонной кислоты. Значит, как лучше решать вам. Почему? Потому что многие не любят сладкое, многие, наоборот, сладкое любят. Я, допустим, даю на маринад сахара прилично. То есть, если на трехлитровую банку идет полтора литра маринада, то я даю стакан сахара, даю там с горкой столовую, одну столовую ложку соли и уксус, 100 грамм уксуса. То есть, на полтора литра у меня идет такой маринад. Они получаются сладкие, очень вкусные. Травы я никакой не добавляю. Видите, у меня только здесь кориандр, гвоздичка и душистый перец. Больше никаких трав я не добавляю. Что же касается маринования огурцов. Здесь уже можете закатывать как угодно. Единственное, огурцы всегда проверяются. Есть сорта гибриды огурцов, которые просто пустотелы внутри. Вот это проблема вздутия банок и потом взрывания. То есть, огурчики должны быть обязательно у нас цельноплодные. Есть просто такие треугольные огурчики, в которых внутри, ну, пускай она незначительная на миллиметр, но есть пустота между камерами. И вот эта пустота, она и надувает потом огурец. То есть, там остается воздух, который не простерилизован, и получается у вас вздутие банки. Конечно, банки взрываются. Для этого берете вилочку и прокалываете огурчики где-то посередине. То есть, берете просто на зубчики, прокалываете, и огурчики складываете. Огурцы получаются хрустящие и хорошие, когда вы их несколько раз заливаете на короткое время. Обычно люди делают ошибку, заливают, и они стоят до остывания. Это неправильно, потому что огурцы потом делаются мягкие. Огурцы делаются, ну, собственно говоря, при нет того хруста, той изюминке, которая получается в маринованных огурцах. Если вы залили один раз, вы подержите минут 7, сливаете и заливаете сразу же маринадом. Маринад у меня всегда отдельно. Если заливаете тем же маринадом, то есть, кипятить этот же маринад, который стояли, вот вы залили кипятком, и стоит, и этот кипяток потом сливаете в кастрюлю и опять заливаете. Я так не делаю. Почему не делаю? Потому что огурцы потом получаются из-за приправ, из-за травок, и из-за того, что вы там добавляете, может, какой-то перчик, они получаются темного цвета. И рассол получается темного цвета. Так вот, чтобы они были светленькие, прозрачные, я все время рассол варю отдельно. То есть, я их залила, пока они стоят у меня 7 минут, я кипячу воды, посчитала свои баночки сколько надо, кипяток готов, и здесь же закладываю туда еще какие-то специи, которые мне нравятся, и потом заливаю свои огурчики, закатываю. Второе правило, чтобы огурчики были хрустящие и красивые, их надо обязательно убрать в холод. То есть, вот они у вас постояли, перевернутые ночи, допустим, вот вы вчера поставили, утром их вставите, и желательно, чтобы они постояли хотя бы несколько дней в холодильнике или в холодном подвале. Тогда огурцы у вас будут абсолютно хрустящие. При добавлении чеснока обязательно следите, чтобы зубки чеснока не были крупные, их надо разрезать, потому что если чеснок крупный, он тоже начинает портиться в банке, и это приводит, конечно, просто портится ваша консервация. Это что касается огурцов. Способов консервирования очень много. Я, допустим, люблю с лимоном, и причем добавляю чуть-чуть лимонной кислоты. Я не добавляю уксус в свои огурчики. Что же касается баклажан. Баклажаны культура, которая у нас сейчас пользуется популярностью на наших грядках. И когда вырастить, мы уже научились, как вырастить. Вырастили мы, допустим, баклажаны, а что дальше нам с ними делать? Естественно, вопросов стоит очень много. Я всегда учила, что баклажан – это такой продукт, который маринуется, квасится, закатывается очень просто. Для этого вы просто можете их отварить. Если, значит, баклажан, почему его многие не любят? Не знают, как поступать, как убирать горечь именно с этой коричневой кожуры. Потому что именно в коричневой кожуре присуща горечь, которая дает горьковатый привкус баклажану. Значит, чтобы убрать горечь, если вы делаете консервы, допустим, салаты с баклажанами, вы режете на колесики, складируете все в тазик, все это засыпаете солью, и пускай у вас постоит просто этот тазик минут 30. Баклажан быстро пускает на соль, пускает сок. И вот в этом соль, то есть вытягивает эту горечь, баклажаны получаются совершенно пресные. Поэтому вы полчаса подержали, промыли, и, конечно, здесь надо просушить. Поэтому вот эти колесики, которые вы режете, или там кубики, вы должны, дуршлячок, слить эту воду, в которой они стояли, промывали вы. И потом, конечно, под пресс желательно, чтобы было меньше воды. Второе. Очень вкусные заготовки получаются, когда баклажаны именно пережариваются на сковородке. То есть, когда в растительном масле вы пережариваете баклажаны, они в заготовках получаются очень вкусные. То есть, вкуснее, чем, допустим, вареные. Это мое мнение, но, может, кто-то по-другому. Все-таки это получается очень вкусно. Поэтому тоже баклажаны, когда вы жарите, допустим, в казанке где-то или на сковородке, они много вбирают в себя масла. Поэтому вы заранее должны вот эти колесики, которые вы порезали, вы должны заранее в миску сложивши налить масло, допустим, пускай там, ну, не знаю, на сколько там килограмм, на килограмма 4, пускай вы полстакана масла растительного нальете. Все эти колесики вы перемешали и оставили, ну, буквально на несколько минут, пускай 5-10 минут. Все, и можете жарить, уже можете жарить на сковороде без растительного масла. Если вы будете в каждую сковородку наливать масло, у вас уйдет бутылка масла, пока вы все эти колесик пережарите. Это тоже хитрый прием, который используется в приготовлении баклажан. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Баклажаны маринованные. Что для этого надо? Вот вы любите с морковкой, вы любите какие-то маринованные овощи, вы любите там с чесноком, вы любите с травками. Все это приобретите. Любимые травки, чесночок, любимые там, не знаю, специи. Все это делаете отдельно в миске. Рубите всю травку, чесночок переминаете. Чеснок, кстати, если вы давите через чесночницу, он не дает такого аромата, если вы его порубите на мелкие кусочки. Поэтому желательно, конечно, в такие вещи чесночок не полениться и просто посидеть и порубить. Вот, это все складируете. Заливаете туда, можете оливковое масло добавить, можете, чтобы у вас получилась такая густая масса, которую можно нафаршировать, допустим, перец, допустим, там, ну, что вы фаршируете. И вот из баклажан, конечно, большие баклажаны здесь не подойдут. В основном берутся тоненькие такие небольшие баклажанчики. Делаются лодочки, то есть вы обрезаете кончик, обрезаете аккуратненько, чтобы он не был срез вот так, а чтобы была лодочка, чтобы срез был более косой. На длиннейший срез оставляете вот эту лодочку, а здесь делаете разрез. Разрез делаете не до конца. Вот эти баклажаны потом кидаете в кипящую воду и кипятите буквально 7-10 минут. В зависимости от крупности баклажан. Если они небольшие, если они узенькие, если они маленького диаметра, вы должны кипятить поменьше, то есть минут 5. Достаточно будет. Все, шумовкой достаете и под пресс кладете эти лодочки. Кладете так, конечно, чтобы шовчик был, ну, вместе, чтобы они спрессовались. И вот, когда они постоят пару часов, остынут, желательно, конечно, их отваривать сразу же в соленой воде, поэтому, чтобы они набрались сольки и выпустили горечь. Ведь, если, допустим, вы делаете на салаты, добавляете, вы их уже же не отвариваете, правильно? И вся горечь идет именно в кастрюлю с овощами. А если вы их отвариваете отдельно в соленой воде, то это тоже прием, который убирает горечь с баклажан. Вот, поэтому можете не в тазике, а если вы отдельно делаете, солить, а в кастрюльке. Значит, вот, потом под пресс. Под пресс они остыли, полежали. Открываете конвертики свои, вот так вот раскрываете и фаршируете. Все это складируется в кастрюльку. И эту кастрюльку вы должны оставить буквально 12 часов, пускай постоят в теплом месте, чтобы они впитали в себя все. И эту кастрюльку уже потом убираете в холодильник. И эти баклажаны можно кушать сразу. И поверьте мне, что эти баклажаны, они уходят самыми первыми со стола. Поэтому здесь уже ваше производное, как вы любите. Вы можете добавить туда любые, просто любые травки, какие любые овощи. Можете с луком, можете с чесноком, кто как хочет. Вот, это что касается баклажан. Я еще скажу вам рецептик баклажан, я в конце прочитаю. Что же касается, допустим, томатов, вот, перезревших. Ну, что делать? Я вам расскажу рецепт кетчупа. Кетчуп замечательный. Конечно, томатную пасту, это варить немножко затруднительно. Почему? Потому что забирает много времени. И, конечно, если есть время, то можно сварить эту томатную пасту. Если вы много пользуетесь, у вас большая семья, конечно, почему бы не сварить свою ароматную пасту. Для пасты идут, конечно, томатики такие перезревшие, чтобы они были такие мягковатые. Во-первых, сорт должен быть мясистый. То есть, это томаты должны быть, в которых мало сока. И желательно, конечно, убирать шкурку. То есть, я делаю обычно, разрезаю на большие куски, складирую в кастрюльку, прогреваю, сделаю до горячего, довожу. Остываю чуть-чуть, протираю через сито и уже тогда увариваю свои томаты. Пасту можно варить любой консистенции. То есть, вы можете сварить соус. Это будет незначительное время, это будет 30-40 минут. Если вы будете варить пасту, это надо варить час, это можно варить два, то есть, до вашей густоты. Чтобы сварить ее быстрее, обычно делают на вечер вашу томатную массу, доводят до кипения, кипят 15 минут. Почему 15? Потому что за 15 минут шум с томатов. Не надо снимать там все время с этим, я никогда не снимаю. Просто накрываю крышкой и 15 минут они кипят. У вас потом никакой шумы там не будет, понимаете? То есть, будут чистые, гладкие, в кастрюле варится эта масса чистая. Закрываете крышкой и идете ложиться спать. А утром вот будет слой сока, который верхний, который получается пустой. Мы же, если варим пасту, мы должны сделать ее густую. Поэтому, почему мы варим долго? Чтобы уварить эту жидкость, чтобы не было этой жидкости. А если еще томаты немножко сока много, то, естественно, жидкости будет много. И эту жидкость мы с кастрюльки, сколько она отстоялась, мы ее сливаем. Сливают по-разному. Есть, знаете, как и сливают мужчины бензин там с баков, с этим шнурком. Я не пробовала, правда. Просто берете кружечкой, чашечкой, поварешечкой, сливаете сверху жидкость. Поэтому томаты потом увариваются гораздо быстрее. Ну что, приступим. Сейчас я вам продиктую несколько салатов. Кстати, не смейтесь надо мной. Тетрадь у хозяйки должна быть всегда. Да, в соцсетях вы сейчас можете найти все. И можно найти рецепт, прочитать, здесь же сделать. А потом, представляете, зимой открываете. А салатик-то вкусный. А салатик-то замечательный. А сколько я там соли положила? А сколько там сахара? Уже все это забыли. Поэтому тетрадочка, она всегда пригодится. Здесь есть и старинные рецепты. Здесь есть и рецепты, которые интересные. Если вам рецепт потом не понравился, вы, допустим, поставили по рецепту, каком-то нашли, вы можете его просто вычеркнуть. Но если рецепт вкусный, и вам хочется его повторить. У меня так это было много-много раз. Я потеряла очень хороших много рецептов. Поэтому я все время стараюсь записать. Конечно, торопимся, но записать надо. Значит, смотрите. В первую очередь, баклажаны по-грузински. Замечательная закуска. Особенно это оценят ваши мужья, ваши отцы. То есть, именно мужчины. Почему? Потому что они остренькие. Там уже можете добавлять остроты больше. Если любят в семье более острые, добавляйте больше острого. Значит, на 5 килограмм баклажан можете добавить 6 болгарских перцев. Можно брать красных. Тогда будет заготовка красная. Так как у меня перцы разноцветные, и желтые, и оранжевые, я добавляю всякие. Два горьких перца. Если это острые, маленькие перчики, желательно достать оттуда семена. Если это длинные, большие острые перцы, то быстрее всего они полуострые. Поэтому можно туда пустить с семенами. Две головки чеснока. Два пучка зелени, какая вам нравится. Петрушка, кинза. Два стакана растительного масла. Вот растительное масло у нас идет на баклажаны. То есть, когда мы их нарезаем и обжариваем. И два стакана 6% уксуса. 6% уксус делается легко. Берете 3 стакана воды и 1 стакан 9% уксуса. Все это смешиваете и ставите отдельно бутылку. Подписываете 6% уксус. Он очень хорошо дружит с заготовками. Он не дает такого резкого вкуса и резкого запаха, когда вы открываете свою баночку. Поэтому это тоже очень хороший прием. И соль. Соль по вкусу. И 1-2 столовые ложки хмели-сунели. Хмели-сунели это перемолотые травки. И желательно купить, конечно, кто продает на развес, привозит хмели-сунели, чтобы оно было настоящее, а не пакетированное. Значит, что делаем? Нарезаем на кружочки и обжариваем в масле наши баклажанчики. Можно отварить. Если вы будете проваривать в подсольной воде, тогда отдельно солить и удалять горечь вам не надо. Потом мы выкладываем их под гнет, оставляем на час и остальное все пропускаем через мясорубку. То есть и зелень, и чеснок, и острый перчик. И все это мы доводим до кипения и кипятим 15-20 минут. Если кто-то любит более стерилизованные овощи, значит баклажаны, они капризные. Они нагреваются дольше и банки вроде как и кипят, маринуются, стерилизуются. То есть водичка кипит. Обычно огурцам хватает стерилизации 2-3 минуты, то баклажаны 15-20 минут стерилизовать. Их надо стерилизовать 15-20 минут, потому что они очень капризные. Значит, что же касается кетчупа. Вот это ставьте, пожалуйста, проверенный, очень хороший, скажем так, салат, который все время идет у нас. Так, сейчас хочу вам ингредиенты сказать правильно. Значит, что делается для, скажем так, аджики. Кетчуп я ставлю именно из томатов тоже такие. Можно там и обрезать, можно томаты брать, но желательно красные. Тогда цвет получается, видите, более такой насыщенный, более красивый. Вот. И в кетчуп перемолачиваем. То есть помидоры примерно 9 килограмм. Когда вы будете перемолачивать, у меня специально есть кувшин, который меряет сок. Вы должны набрать 10 литров сока томатного. Набирайте 10 литров сока. Из них 2 литра отливаете и ставите отдельно. Потом сюда же вы перемолачиваете 2,5 килограмма, можете 3 килограмма лука. Через мясорубку. Также через мясорубку можно пропустить какие-то толстостенные пару перчиков. Паприку я добавляю отдельно, потому что если много перца навернуть, он дает тоже такое, ну, то есть от корочки жестковато съесть в кетчупе. Поэтому делаю только 2 для насыщенного цвета. Потому что перец, особенно красные колобки такие есть толстостенные, они дают шикарный цвет. И вот вы, когда все это перемололи, все это добавляйте, ставите на огонь. 20 минут это кипятите. Потом добавляйте туда приправки. Можете добавить туда, я добавляю всегда пакет паприки, сладкой паприки. То есть это те же перцы, которые перемолоченные, высушенные и, собственно говоря, у вас в кастрюльке. Обязательно добавляю травки, которые я люблю, приправки, которые я люблю. Я могу туда добавить сухой аджики, пачечку. Я могу туда добавить смесь перцев. То есть кто как любит, вы уже добавляете смеси по своему вкусу. Единственное, что, конечно, 7 столовых ложек вы должны иметь крахмала. То есть, наконец, чтобы был хороший густой кетчуп, чтобы он не разливался по тарелке, я добавляю вот на эту огромную на 15 литров кастрюлю, я добавляю 7 столовых ложек крахмала. И крахмал я размешиваю вот именно в тех томатах, которые стоят, 2 литра, которые мы отлили. Когда вы добавили специи туда, вы должны еще прокипятить, ну, еще минут 20. Пускай покипит. Потому что все-таки томаты немножко уварятся и получаются более нежные. То есть вот эти все, потому что я их никогда не чищу. Помидоры перекручиваются именно со шкуркой, а шкурки тоже бывают жестковатые. Поэтому вы можете проварить немножко больше. Ну и соль. В соли добавляю обычно 5 столовых ложек. То есть, если вы любите соленое. Если вы не любите соленое, можете добавить меньше, без горочки. Сахара можете добавить побольше. То есть, пускай это будет пару стаканов. Я добавляю 500 грамм на эту кастрюлю большую. То есть, мои любят еще сладко-острый такой соус, чтобы был. Вот, вы варите еще 20 минут. И потом вы заливаете вот этот кувшинчик с 2 литрами томатов, где размешан крахмальчик. 5 минут пускай прокипитит. Желательно все это перемешивать. Потому что, когда крахмал добавляете, естественно, он оседает, чтобы не подгорело в кастрюле. Все, и разливаете по бутылкам. Кетчуп улетает на ура. То есть, и дети любят, и взрослые, и все. Он подходит к любому блюду. Ну, время, к сожалению, закончилось. Еще рецептов много в наличии. Я буду рассказывать по рецепту в каких-то других передачах. Вот. Ну, а если вам что-то понравилось, или у вас есть интересные рецепты, вы звоните, делитесь. И я буду с вами делиться. Ну, а на сегодня все. До свидания. Берегите себя. Берегите себя. Берегите себя.